Она осуществляет поворот к системным либералам от безраздельного господства силовиков. Как бы хреноведь кинеслаще. На самом деле, сейчас уже Россия дошла до такого уровня конфликта со своими хозяевами. Точнее, такого уровня несогласования. Реальная подчиненность России. Россия просто знает прекрасно о ситуации. Но нет технологических возможностей выполнять адекватно указания американского хозяина. Они выполняются через пень-колоду. Это вызывает сильное раздражение. В том числе в Сирии. И у американцев сложилось такое впечатление, что силовики здесь крайне неэффективны и необразованы. С точки зрения мыследеятельностной программы, а-ля Щедровицкий, наступают на шнурки. А вот либералы, они имеют западный менталитет, западную подготовку. И они как бы лучше готовы выполнять приказы со стороны победителей в холодной войне. Такая у них вот есть иллюзия. Поэтому и происходит то, что происходит отстранение силовиков, возврат либералов. Это все не элихубрации больного мозга, руководящего. А это жесткие такие указания, идущие из Госдепа США. Появятся деньги, они не появятся. Вот в этом плане, вульгарно-шкурном, лучше не будет. Лучше бы и в том смысле, что очень быстро возникнут такие пространства для движения локтями. То есть некие, так сказать, пространства для маневра. Вот. Это появится с приходом либералов. Потому что у либералов нет. У них, конечно, вполне хватило бы воли затыкать арты. Но у них нет отработанных технологий. У них нет практик. Вот. Они привыкли обсуждать это в отношении себя, как жертвы на кухнях. А применять это по отношению к противнику не умеют здесь, в России. В Штатах, да. В Штатах они имеют 200-летнюю английскую историю, британскую историю. Риберализма, которая целиком усвоена американцами, как их наследие. Которые могут применять очень жесткие силовые методы. При том, что все это, ну, это все школы. Мил, Лок, Гоббс. Вот эти вот школы. Продолжение следует...